Ну что ж, дурочки-пирожочки, всем привет! Добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. И из названия, я думаю, вы все поняли, что произошли изменения еще одного героя. Ревамп, реворк, что там еще бывает, какие слова. Ремейк, да хрен его знает, какой это там рев, вместе с каким героем. На этот раз это Сан, и, кстати, его почему-то не сделали бесплатным. Да, его пока что не сделали бесплатным, но я надеюсь, что у меня есть на него пробная карта. И если вдруг я еще с ваших экранов, вот так вот, да, то вы увидите, что у него появилась еще одна способность. Способности, правда, не переведены, возможно, где-то уже видел кто-то эту способность, кто-то нет. Я лично примерно представляю, что должно происходить, поэтому удивляться, наверное, па-па-па, вот так не буду. Хотя, возможно, изрядно кайфану от всего этого дела. Перед тем, как начать игру на данном персонаже, смотрите, я еще раз себя меняю на другую сторону. И вот какой фокус. У этого героя нет тренировки, потому что, видимо, у меня этого героя нет. Но если я... Что за повороты? Если я захожу на другого, например, персонажа, который у меня имеется, я могу зайти в тренировку. Здесь уже потом выбрать пробную карту Сана. И все же использовать как раз-таки Сана в режиме тренировки. Но перед началом хочу сказать, давайте-ка мы проведем небольшой розыгрыш. Итоги подведем в понедельник на новом челлендже, который я буду делать на Диге. Да, я буду каждый день стримить, каждый день по будням. С 3 до 9 буду стараться, да. У меня такие планы, если что-то поменяется, конечно, я об этом предупреждаю. С 3 до 9 каждый день буду пытаться в соло, с самого нового аккаунта, с самого стокова, подниматься до мифика на Диге. Если вам это интересно, подписывайтесь на канал. Ну а чтобы вам было еще интереснее подписываться на этот канал, проведем розыгрыш на любой скин, на который можно сделать запрос в игре, который можно отправить, получается, да. То есть мы не можем делать это на какие-то класснющие скины типа коллекторов, да, которые стоят там по 6-7 тысяч алмазов. На любой скин, на который можно сделать запрос в игре, их там очень-очень много. Что нужно сделать? Нужно составить какое-то предложение с фразой «Сан имба», написать его в комментарии, поставить лайк на это видео и подписаться на этот канал. в понедельник я подведу итоги то есть сегодня как я понимаю четверг нет пятницу уже да а понедельник будет итоги на челленджи и залетайте на челлендж ну и полетели пробовать что ж это за новый сан такой а вот ребятки в чем весь сыр и бор да мы прокачиваем нашу первую способность у нас прокачивается автоматически и 2 да у нас автоматически прокачивается и 2 способность и смотрите кидая первую способность на том месте появляется клон сразу то есть раньше всегда нужно было попадать по противнику даже по крипам нельзя было просто так швырнуть клона и то есть часто тебе нужно было обязательно там какой-то враг чтобы ты закинул клона но самое интересное начинается когда мы начнем юзать вторую способность и обратите внимание что происходит мы кидаем вторую способность и и кто еще такой сидит и что что случилось так вот вся суть заключается в том что теперь ты можешь клоном либо улетать то есть ты становишься тем самым клоном короче кто где какой клон на самом деле тут уже и не понять наверное лучше отключить перезарядку навыков и закидывать это все бесконечно в таком случае ладно первый плюс конечно же то что если мы кидаем обычную способность он появляется да в колдаун уходят две способности то есть он появляется клон сана появляется в том месте куда-то кинул способность я бы не обязательно попадать по противнику по какому-то ну и второе то что да с помощью теперь той же первой способности у которой номинально 2 мы перемещаемся по карте то есть мы действительно можем просто просто летать уходить убегать кстати интересный момент если я попробую зайти под товар да сейчас товар начнет меня атаковать и если я попробую в последний момент улететь нет тычка пошла все равно меня то есть она не переагрилась на нашего клона к сожалению наверное я тоже попытаюсь проделать час мне кажется мне нужно добавить золото максимальный уровень и добавить золото золотишечка да ага боевой топор мести новый у нас какой-то предмет он видимо не самые уже новые 550 здоровье здесь перезарядки навыков физическая атака а по моему прикольный слот на самом деле ульту изо всех сил прокачиваю более не хочет это опять умирать я режим бога выбрал нет я просто скорее всего но в принципе можем просто проверить атаку ну короче он в любом случае ультой мог увернуться в любом случае атака от товара пойдет по вам но вся основная фишка нынешнего сана нового как раз таки санчеза это в том что с помощью 2 способности то есть та которая первая до 2 и вариации просто наш сан может перемещаться по карте блинковаться до конечно не отключена перезарядка поэтому я настолько быстро передвигаюсь чтобы не было так быстро все вторая способность не изменилась вроде как все так же мои санчи за меня должны подхиливать все вот эти вот изменения как раз таки касаемо первой способности героя появился еще и скей то есть мы всегда могли всех догнать его как бы вроде сильно не ухудшали но при этом появился эскейпы героя по сути просто бафнули вот и все просто самый что ни на есть простейший баф персонажа с помощью вот этой вот второй способности но кстати он не вылетел даром стеночка какая-то помешала и да если мы попадаем противника то есть я не могу такой так через стенку перелечу все намного проще я попадаю в краски в крипа и никуда улететь уже не могу но все так же да я там это так могу вернуться от товара и кстати вот увернулись он переагрелся на мы первые добили да вот мы можем спокойно закидываться как и раньше первую а можем красиво закидывать вторую и врываться в принципе не знаю можно да очень важный момент то что ты наверное можешь дезориентировать просто своих противников то есть за тобой гонятся ты такой опа и побежал а на самом деле ты продолжаешь бежать продолжаешь бежать тем же садом то есть враг же не знает что ты именно сейчас кинул и настоящий или нет он может начать себя атаковать в этот момент а сейчас убью а вот и нет а вот попытка номер два то есть вот этот момент очень интересно что ты можешь реально дезориентировать своего противника и вряд ли он что-то сможет тебе вряд ли сейчас сможет рассказать такая знаете какая-то фраза когда я потерял ход мысли и такой ну давай что-нибудь скажем и пытаюсь сказать именно это ну конечно всегда это герой был отличным пушером но это дело в том что четвертая минута на карте у меня собраны все слоты конечно я буду конечно я буду неплох конечно я что-то здесь буду рассказывать этим вышкам довольно просто ладно поехали поехали наверно тогда заканчивать с игрой но сам точно поменяли сам точно стал чуточку интересней не знаю насколько но стал интересней вы помните у нас сегодня розыгрыш допишем сейчас сообщение сан-имба какой-нибудь но не просто сан-имба желательно чтобы это было предложение ставим лайк подписывайся на подписываемся на канал и уже в понедельник у нас будет на новом челлендже соло до мифа на диге что это будет у нас будет как раз таки проведен розыгрыш ну и наверное ребят по снаряжению которая новость уже добавили в игру это боевой топор кому интересно вот тут вот почитайте но по-моему это было в прошлом дополнение уже также теневые двойные клинки но это отсылочка к корине очевидно но и в защите появляется у нас сияющая броня учащая броня не зря там потому что здесь есть магическая защита этом предмете с хорошая магическая защита таких предметов было не много то есть магической защиты мы помним что у нас профит и шлем оракул щит афины лесной да ну то есть а лестного теперь то уже нет по сути да потому что теперь нас игра в лесу и rompre а преобразовывает сапоги и здесь просто отдельная история кому интересно тут нужно просто найти отдельный ролик все это поставить стоит уже разобрал просто часто уже совсем не актуально но короче теперь сапоги Будут в себя вмещать два То есть у нас игра в лицо Это сапоги по сути да И роум это у нас сапоги Ну то есть когда это все выйдет Будем потихонечку наверное разбираться Ну что ж ребят огромное спасибо Подписывайтесь на канал до новых встреч и пока Пау